А вы общаетесь с кем-нибудь из тех, с кем бы тогда работали? Конечно. Я имею в виду не по работе, а в быту. В быту. Я не могу сказать, что мы дружим, потому что мое расписание не позволяет мне много дружить. Как бы прискорбно это не звучало, и как бы цинично это не звучало. Я стараюсь максимум своего свободного времени проводить со своей семьей, а так как его катастрофически мало, соответственно, друзья уже успели возненавидеть меня и просить. Ученникова партнера Алексея, вот буквально новость недель прошедшая, ринопластика, которую он якобы сделал, я там не знаю. Не читаю желтые плюсы. Я, кстати, да нет, даже это не совсем желтый какой-то попался мне, опять же, когда готовил сегодня встречу с вами. Во-первых, я с удивлением для себя обнаружил, что вы почти ровесники, потому что мне казалось, что он старше. Вот, и вот хотел узнать, как вообще у людей, ну, вот вашего поколения из шоу-бизнеса, понятно, относится вообще к тому, что мужчины делают пластику. То есть это производственная необходимость или все-таки это вот некий такой излишек? Я склонен полагать, во-первых, что для одних артистов это необходимость безусловная, потому что, так скажем, отсутствует положительная генетика. Вот, и на мой взгляд, то, что происходило с Альпачино долгие годы, когда он поддерживал себя в состоянии 50-летнего мужчины в соку, шло ему на пользу. Потому что, во-первых, когда в результате он перестал, так скажем, наведываться к хирургам чаще, появился гигантский живот, обрюзгшее лицо, не хочется вызывать жалость в зрителе. Если ты стареешь, то ты должен стареть достойно. В таком случае, если ты выбираешь для себя путь... Вам так рано говорить про... Ну, я, видите, не применительно к себе, а применительно к великим, потому что на их примере всегда легче рассуждать. Так вот, если ты решил, что ты будешь стареть достойно, и хирургия не твой путь, тогда что ты делаешь? Ты ходишь в спортивный зал, был совершенно фантастический какой-то пост на одном из известных сайтов, который потом распространили по всему интернету, где 70-летний старик занялся... ну, старик, простите меня, занялся спортом. Фантастическая форма, к которой он пришел, потребовала буквально, там, может быть, года, может быть, года с небольшим. То есть это полноценный, здоровый мужчина. Да, видно, что ему уже даже не 40 и не 50, но при этом он выглядит невероятно достойно. Я еще раз повторю, есть отрицательная генетика, так скажем, да, когда у человека при всем его желании выглядеть сексуально, привлекательно для противоположного пола, нет такой возможности, потому что обвисает кожа, обвисают веки, и приходится прибегать к каким-то там, значит, хирургическим вмешательствам. Но это, опять же, если ты артист, если ты не хочешь вызывать жалость в своем зрителе. Хотя, опять же, есть, так скажем, тема, опять же, это, так скажем, подтема в этой же истории, когда мне каждый раз сложно найти ответ на вопрос, каким образом голливудские звезды, обращаясь к классическим хирургам, имея, так скажем, фантастические связи, колоссальные бюджеты, как они могут себя вот портить, потому что... Микки Рург, что он с собой сделал, это просто... Как Микки Рург, как Рене Зелвеггер, я до сих пор не могу себе прийти после фотографии Рене Зелвеггер, она фантастическая актриса, ну, если, так скажем, не называть ее гениальной... У нее была стопроцентно узнаваемая внешность, специфическая, но это абсолютно ее такая была коронная фишка, да. Конечно, это так работало в связке с ее талантом, возьмите Джерри Магуайра или возьмите Холодную гору, абсолютно разные роли, но она так гармонично выглядела в кадре, она была такой милой, такой интересной, и что сейчас? Мы видим женщину, которая отдаленно напоминает даже не Рене Зелвеггер, а Робин Райт. Вы согласны? Да, это все отметили, да. Фантастика. И зачем? При том, что у нее были и гонорары, и возможность общаться с лучшими хирургами, где это все? Или там неудачная операция по изменению формы или объема груди у некоторых голливудских актрис? Я грешу тем, что я периодически захожу на сайты, чтобы посмотреть, что происходит с моими любимыми актрисами. С моими любимыми грудями. Да, да, в том числе. К сожалению, я как абсолютно нормальный мужчина, да, постоянно этим грешу. Но ведь были ситуации, когда, откровенно говоря, люди просто стирали с лица земли, потому что, ну, что-то не так пошло, и все. И это, опять же, к вопросу, извечная тема. Как известная актриса Дженнифер Грей, которая играла в «Грязных танцах», легла под нож юрург, потому что мечтала об этом всю свою жизнь и потеряла работу. Все, вся карьера коту под хвост. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.